Привет, девчонки! Я уже в Киеве, я уже дома. И я подумала, почему бы нет, просто сегодня утром пообщаться с вами, поболтать, попить кофе вместе. У меня самый вкусный кофе у меня по дому. Называется Разумно Кава. У них есть много, не много, а несколько точек по Киеву. Это самый лучший кофе в Киеве. Заодно, я думаю, накрасимся, сделаем макияж. У меня долгое время не было макияжа на канале. Поэтому сегодня сделаем макияж, используя те штучки, которые я себе купила из новогодней коллекции МАК. Поболтаем, я вам расскажу, где я была, потому что у меня есть весомые причины на то, что я месяц, на месяц исчезла вообще. Из всего, из всего social я была в Африке. Я была в Африке, в Танзании. Мы с семьёй туда летали с группой большой через компанию Хоганели. Я пока болтаю, нанесу это ночная маска Ланеж, корейская, для губ. Но это, ну как, я часто её использую на ночь, но сейчас я буду использовать просто как интенсивный бальзам для губ. Обожаю этот продукт. Он у меня, образительно, недавно появился, но я с ним не расстаюсь. У меня уже нанесён уход на лицо. Это я наносила очень интенсивную сыворотку с витамином С от Kiehl's. Потому что, как вы видите, не без потерь в плане пигментных пятен. Вы знаете, это вечная тема. Как бы сколько я с ними не борюсь, они исчезают, исчезают, исчезают. Но потом малейшее появление на солнце, несмотря ни на какие мои суперсерьёзные СПФы, всё-таки в Африке было сложно, потому что мы и в водопадах гуляли, и пот, и то, и то, и жара. И не всегда есть время как бы нанести заново или возобновить СПФ, или даже подумать вообще о том, что у тебя на лице. Потому что, ну как вы понимаете, программа была очень-очень интенсивная. Я об этом расскажу. Поэтому после отдыха постоянно боремся с пигментными пятнами. Это наша женская постоянная, как говорится, штучка. И я уже нанесла свой уход. Это мой обожаемый крем от Beyond из серии Organ Nature. Но я его, опять же, как и многие продукты Beyond, которые я обожаю, не могу больше найти. Organ Nature, если вы где-то найдёте, закупайте всё. Я не знаю, вам не может не понравиться этот крем. Он идеальный для сухой кожи, для нормальной, для комбинированной, для жирной, для проблемной, для воспалённой. В общем, бомба. Итак, сейчас будем понемногу наносить макияж. И я вам буду кое-что рассказывать. Наношу MAC Face & Body. То, чего у меня нет из этой коллекции. Соответственно, буду наносить то, чем пользуюсь сейчас. То, что нравится. И то, что хочется вам показать. Как оно смотрится, как оно наносится. Этот кремчик у меня был в фаворитах тональных на зиму. Но я вам не показывала, по-моему, как он наносится на лицо. И как раз это сейчас делаем. Наношу я его пальцами. Только пальцами. Он от тепла рук. Вот он как-то меняет свою текстуру. Сына с таким эластичным. В общем, реально крутой. Для нас это было впервые. Вообще за всю нашу историю. Мы очень много путешествуем. Мы очень любим путешествовать. Это было впервые, когда мы присоединились к группе. Есть такая компания Paganel. Они набирают людей из России, из Украины. В общем, откуда хочешь. Идея в что. Потому что там, например, программа у нас. Мы встречались в Танзании, в Дар-э-Саламе. И дальше оттуда уже 10 дней вместе. Как-то оттуда прилетаешь. Это уже как бы ты покупаешь и цель на перелеты. Те, кто летели, скажем, если бы ты летел из Молдовы, ты бы летел из Молдовы. Те, кто из Белоруссии, из России, из Украины. Как бы вот вся такая русскоязычная зона. И набирается группа. Заранее все оплачивается. Все записываются и так далее. Это было очень интересно. Для нас это впервые из группы. Как я уже говорила. Для меня это было сложновато. В плане того, что как бы ты подвязан под большую группу. Это все такое в каком-то мере такой колхоз. Там все кушаем вместе, все спим, все гуляем. Ну, сейчас делаем то, сейчас делаем то. У тебя мало подвижности. Или как это сказать в плане. А мне сейчас хочется вот этого. Все, ты уже привязан к программе группы и пошел. Как бы в этом сложновато. Плюс, если там какие-то немножко неадекватные люди в группе. Но, слава богу, нам с этим повезло. Люди в группе были реально очень классными. Очень. И я рада, что мы вообще с этими людьми встретились, познакомились, создали такие как бы очень неплотные отношения. Но, если в группе, например, не повезло, да, потому что это, как вы понимаете, лотерея, то ты просто потом 10 дней ты проводишь с людьми, которыми как бы тебе вообще неприятно быть рядом. Ну, как бы такая лотерея. Но нам, слава богу, повезло в этом плане. Почему именно в Танзании? Мы в Танзании с моим супругом, с моим любимым, были 11, по-моему, или 12 лет назад. Это был отпуск вообще нашей мечты. Это было, знаете, вот как в нашем детстве были рекламы. Баунти, баунти, райское наслаждение. Остров, море синее и пальмы, и белый песок. Вот это было именно так. И добавьте к этому ещё просто самых добрых, отзывчивых людей, которых вы когда-то встречали. Это местные люди. Добавьте к этому непринуждённую атмосферу, никакого стресса, ничего такого. Добавьте к этому красивенную природу. Добавьте к этому самые вкусные фреш соки из маракуйи и манго. Это просто были лучшие соки моей жизни, после которых я уже другие соки пить не могу. Потому что всегда их сравниваю, и всё остальное на фоне тех – это какое-то жалкое подобие. И просто это был отпуск вообще. Вот рай на земле. И нам всегда хотелось бы как-то вернуться с детьми, но мы никак не находили формата, потому что с двумя маленькими детьми в Африку как бы так нелегко ехать. И тут мы наткнулись на эту программу с поганелями. Нам очень советовали эту компанию. И так и называлось – Танзань с детьми. Ну и, конечно же, мы настраивались на отдых. Как бы в основном это, да, пляж, там звери, природа. Но так как у группы своя программа, мы попали в трек. И это было, ребята, очень интересно. Как бы для трека мы закупали кучу всего, оказывается. Первые там три дня этой программы – это был трек. Трек – это восхождение, да, в горы. Я такие вещи люблю, конечно, но я их обычно люблю в более таком легком цивилизованном варианте. Там, где ты, не знаю, просыпаешься утром в отеле, завтракаешь, берешь рюкзачок с фотоаппаратом, с бутылочкой воды и идешь в какой-то поход, да, там, сколько-то там часов наверх, сколько-то там часов вниз. Вечером ты уже, опять же, в душе, в отеле, ужин и так далее. Тут не тут-то было. Это были треки, для которых нужно было закупать спальные мешки, спать в лесу, в джунглях с рейнджерами вооруженными, на случай чего, если там какое-то нападение диких зверей. Я так думаю, зверей они людей, потому что люди там очень-очень добрые. Надо было закупать все эти кастрюльки для еды, для питания, там всё-всё-всё. Трековые палки, трековые штаны, трековые кроссовки, трековые рюкзаки, ну и, короче, всё это мунирование. Кто из вас занимается треками, вы знаете, о чём это. Для нас это было вообще новое, но так как программа, есть программа, как я уже сказала, как бы ты не создаёшь свою программу, ты подписываешься на то, что ты подписываешься. И там были первые три дня трека, потом два дня, нет, потом один день посещения племени Масаев. Это было очень интересно. Мы весь день провели с этим племенем. Это одно из самых древнейших, старинных, ещё сохранённых племён в Африке, в Танзании. И у них реально за последние, там, не знаю, сколько-то там сотен лет вообще ничего не изменилось. В их ежедневной жизни это было очень интересно. Детей море впечатлений, у нас тоже море впечатлений. После этого у нас были канои, сплавление по реке, ну, погодные условия были уже. Как бы жарко, сумасшедшая жарка, и влажность высокая, и просто от этого жара она нас добивала. Это было самое сложное во всём вообще путешествие, и остальное было очень классно. Дальше у нас было два дня сафари, полностью два дня проведённых сафари. Это было вообще без слов, просто без слов. Я кучу наснимала, девчонки, но у меня такая проблема случилась. В общем, я лаптоп не брала с собой, соответственно, потому что у нас весь наш багаж был настолько ограничен, потому что всё это надо было нести в треке на спине, да. Поэтому как бы нам реально поставили условия, там, чуть ли не когда мы искали спальные мешки, то они должны были там быть до 350 грамм, а как бы ни в коем случае не выше 400. Как бы 350 грамм или 400, это была принципиальная разница, потому что это всё ты несёшь реально на горбу, и ты чувствуешь каждый грамм. Поэтому мы очень, как говорится, разумно подходили к каждому грамму того, что мы брали вообще в это путешествие. Сбор моей косметички, это была отдельная тема, потому что, вы знаете, бьюти-голик и бьюти-блогер, и вообще девушка, которая любит за собой ухаживать, и путешествие, в которое тебе нужно вообще ничего не брать, минимально только зубную щётку и пробник зубной пасты, но оно как-то никак не стыкуется вместе, поэтому я долго перебирала, как бы брала вот такие реально универсальные продукты, которые я могу использовать и для этого, и для этого, и для этого, и для этого, такие multifunctional. В общем, это отдельная тема. Если вам интересно, что же у меня в конце концов было вот в этой, в этой самой-самой-самой косметичке, то пишите, я вам сниму, может, коротенькие истории или что-то, коротенькое видео, потому что это отдельная тема, это то, что вот-вот просто, на все случаи, при минимальном объёме, просто для всего. Да, и лэптоп я о чём? Лэптоп я не брала, я подумала, что я всё равно там снимать, монтировать, у меня времени не будет, ни интернета нет, ничего вообще, никаких условий для работы. Когда-то спишь в спальном мешке. И я подумала, что я как бы буду с телефоном, соответственно, я буду снимать, выкладывать stories, выкладывать фото, инстаграм. Вот, чёрт-то с два, никакого интернета, вообще нигде. Поэтому я снимать снимала, я обожаю снимать. Я снимала кучу для вас, я снимала, чтобы потом выкладывать видео, stories, инстапост, всё, влог снять, смонтировать. Я снимала кучу, 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 кучу. Потом, после этих двух дней в сафари, мы переплыли на пароме на остров, там мы смотрели дельфинов, там мы плавали с дельфинами, там мы ловили рыбу, там вот это вот, тот остров, райского наслаждения. И вот в этот день, когда мы смотрели дельфинов, это был мой день рождения, я снимала дельфинов с такими вот дикими восторгами, и мой телефон просто решил просто сдаться. Это десятый телефон, который типа предполагается, что он водоустойчивый. Но это такая тема, типа это не водонепроницаемый, это водоустойчивый, то, что как бы вообще разные вещи. Ну, в общем, нас дурят, ребят. Нам продают телефоны как бы с понятием, что если он случайно попадает в воду, то ты ничего не теряешь, ты для этого как бы, за это ты платишь деньги. А потом получается, что он даже в воду не попадал. Он просто, будучи, как бы я была на лодке, может быть, ну, влажность какая-то, может какие-то брызги от того, что лодка плыла, да, на скорости, может какие-то пару брызг, и всё, и мой водоустойчивый десятый айфон просто дал, откинул коньки, и я потеряла всё. Я потеряла просто всё, для меня это такая трагедия. Я приехала в Киев, приехала в самый лучший сервис, который, как бы это ребята, которые мне спасали всё. Они меня спасали с шестого айфона, который поплавал в море, спасали все фотографии и видео. А тут они сказали, что как бы вообще нереально. И для меня это просто такая-такая трагедия, даже, ну, реально. Ну, может быть, кому-то из вас как бы это смешно, но это как-то, может быть, как-то по-детски. Даже моему супругу как-то он говорит, да что ты паришься. Но для меня это, ну, я не знаю, может, это такой ребёнок, как бы, для меня все мои воспоминания, фотографии, видео, съёмки, это всё вот эта вот личная информация, она для меня просто бесценна. И потерять вот это... В общем, так, я сейчас без телефона. Я вот нашла свой какой-то старый четвёртый айфон, который уже давно был где-то заброшен, я не знаю, где, в каких-то коробках. Я его достала. Сейчас я им пользуюсь временно. Он на какие-то номера звонит, на какие-то не звонит. В общем, глючит по-своему. Но я ещё попытаюсь... Ещё последний шанс. Я отправила мой телефон ещё одному мастеру вообще в другой город. Мне его очень рекомендовали. И у меня сейчас, как бы, последняя надежда, может быть, ему что-то удастся. Я просто реально молю Бога, пожалуйста, помолитесь вместе со мной, потому что у меня там всё из-за этой поездки. Поездка была очень классная, реально. У нас столько впечатлений. Мы прилетели, и я, как бы, ещё, знаете, после каждой поездки, ты там, у тебя столько разного впечатлений, и ты там просто, знаете, как упаковываешь, 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 но, как бы, ещё нет времени процессировать, да? А сейчас у меня, как дезархивация такая, идёт по одному файлу. Достаю и дезархивирую, и всё это, как бы, перерабатываю. Это реально круто. Я обожаю путешествовать, поэтому я и всем вам желаю. Мне кажется, путешествие — это самая лучшая инвестиция вообще в себя. Вообще это то, на что стоит тратить деньги. Конечно же, разумно. Надо всегда анализировать. Я не люблю переплачивать. Я всегда там перепроверю все форумы, все сайты там, на всех сайтах сравню, там, сколько стоит там, там, там. Перелёты найду самые хорошие, отели самые... Как бы, я не люблю просто тупо тратить деньги, но на то, что стоит, это стоит. Вот он эффект от этого тонального. Как вы видите, это очень лёгкое покрытие, но это такой эффект увлажнённой, ухоженной кожи и такой более равномерный тон, но нет вида искусственной такой маски, плотного покрытия, замазанного всего. И оно очень красиво разглаживает поры, как-то так невесомо всё перекрывает. Не всё, а то, что, да, нужно перекрыть. Очень-очень красиво выравнивает текстуру. Консилер нанесла минеральной под глазки, тоже такой лёгкий, потому что если этот тон очень лёгкий, а консилер был бы плотным, то под глазами было бы видно такое более плотное покрытие. И уже более плотный консилер на... Вот у меня тут такие гормональные высыпания, болючки. Так, идём дальше. Буду использовать пудру Mineralize Skin Finish, немного закрепить консилер под глазами. И вот эти вот места, где я консилером замаскировала то, что мне нужно было замаскировать. Это Real Techniques. Я вам показывала в покупках эту коллекцию, эти кисти просто обожарственные. Пишите, если вам нравится фильм... фильм... кино такого формата. Просто поболтать о всём, ни о чём. О том, чем занимаюсь сейчас, что делаю. Какие планы, что интересного. Пишите вообще, что интересно. Пишите, если интересно, болталка. Пишите разные темы, вопросы, на что в ней ответить. Это вообще пудра, которая вообще такая невидимая вуаль. Я для чего это добавляю? Чтобы консилер не сдвигался, чтобы вот этот консилер не сдвигался. И самое важное для чего? Чтобы у меня равномерно наносились там румяна, хайлайтер, бронзер. Чтобы немножко как бы закрепить ту влажную текстуру, текстуру тона. Кстати, не знаю, если вы заметили, это у меня новые серёжки. Подарок от моего супруга. С танзанитами. Как раз потому, что было моё день рождения, она решила мне взять подарок в Танзании. Но сам Бог велел покупать танзаниту. Это очень-очень редкий камень, и он мне очень нравится. Очень нравится. Я вообще очень люблю синие камни. Это прям... Это танзанит, это прямо моё. Для бровей я буду использовать любимый мной Бегуи. Кстати, у меня куча ещё интересных новинок, и от Мак в том числе, и других продуктов. И пишите, если интересно, взять просто такой как бы макияж слэш первое впечатление по... Ну, знаете, где в одном макияже я буду использовать всё-всё-всё только из новинок. Ну что, уже пора переходить к тем шедеврам, которые у меня появились из этой коллекции, которые я купила из этой новогодней коллекции. Это просто что-то. Я вам выкладывала... Кстати, я была уже в перелётах в Африку, я вам выкладывала из аэропортов, имела интернет, выкладывала сториз, много-много-много сториз об этой коллекции. Это просто шедевр. Смотрите. Это такая палеточка, которая по дизайну похожа на коллекцию прошлогоднюю, рождественскую, и только вот это, это были тени. Сейчас вам покажу. Палеточка натуральных оттенков теней. А вот это... Это палеточка шикарно красивых бронзеров, румян и хайлайтера. Я даже в своих сториз вам показывала эту палетку. Там их два оттенка, но эта, мне кажется, более удачная. И я вам даже показывала сториз, где меня красят этой палеткой. И там можно видеть, насколько натуральный здесь румянец, хайлайтер и бронзер. Это просто, мне кажется, это идеальная палетка для вот на каждый день, для девушки, которая идет на работу, в университет, на встречи, куда-то. Как бы просто вот... Не для бьюти-блогеров, которым нравится иметь 100 миллионов разных оттенков, а вот, знаете, универсальная, которая работает на каждый день. Тебя смотрится актуально, ни много, ни мало, красиво, удачно. Это, это она. Эта палетка называлась Shiny Pretty Things. Это называлась коллекция. А палетка Face Compact Fair. Это в оттенке Fair. Свердый, наверное, значит, там следующий оттенок был темнее. И вот упаковка. Пока у меня еще сохранилась, я вам покажу и упаковку. Вот так вот выглядела эта красота. Что интересно, что в этой палетке указаны и финиши, как бы и тип бронзера, румян, и хайлайтера, и оттенок. И иногда, даже если вам не удалось эту палетку выхватить, вы можете иногда в других коллекциях найти именно эти румяна, именно этот хайлайтер или бронзер, там, в других коллекциях. Или же иногда они его выпускают уже под постоянной коллекцией, но они сохраняют это имя. Я все названия вставлю внизу, но идея в том, что и бронзер, и хайлайтер, и румяна здесь из коллекции Extra Dimension Skin Finish. Вот они. Я просто не могу насмотреться, и я не знаю, если вам виден сам узор, но это настолько красиво, что мне просто жалко, честно, жалко этим краситься. Ну что, давайте начнем с бронзера. Он такой полупрозрачный, набирается очень-очень тонко. Он реально вот полупрозрачный. Не знаю, как это объяснить, что эффект от него на лице виден, но продукт не виден. Это такой финиш, похожий вот на эту пудру, что она как бы свои действия все выполняет вот так, но ее нет на лице, ее не видно. Очень натурально смотрится. Вообще, вообще, просто никто не будет знать, что у вас есть бронзер на лице, но он немножко так подчеркнул вот именно контур лица. Сейчас будем использовать румяна из этой палетки, румяна шикарного оттенка. И это тоже Extra Dimension Skin Finish. Они тоже вот такие вот полупрозрачные, ложатся такой легкой-легкой вуалю. Это, знаете, палетка прям для вот таких вот есть, прям супер-супер натуральные девочки, которым не нравится, чтобы видно было какой-то макияж на лице, какой-то вот прям такие, знаете, румяна, матрешка, хайлайтер такой, чтобы из космоса. Вот хочется быть такой ухоженной, красивой, накрашенной, чтобы все прелести были подчеркнуты, но без вот такого вот бум. Очень дорого смотрится, очень-очень деликатно, изысканно. И время для хайлайтера. Тоже буду использовать кисть из вот этой вот лимитированной коллекции Real Techniques. Господи, они такие красивые, что прям не хочется эту красоту портить. Но, как я себя каждый раз успокаиваю, для этого она и существует, чтобы наслаждаться этим. Я из тех, которые могут купить продукт, просто держать его в шкафчике, каждый день на него смотреть и кайфовать от этого, и вообще не пользоваться, а через пару лет выбросить, потому что он уже как бы истек и срок. Это реально глупо. Я всё пытаюсь себя настроить на то, что продукты надо использовать, что они для этого существуют. А вот он уже финиш, эффект этой палеточки на лице. Мне кажется, очень-очень нежно. Посмотрите на щёчки, вы увидите и румяна, и хайлайтер, и бронзер во всей своей красе. Но очень-очень-очень нежно. Вот прям такой, знаете, макияж принцессы. Какой-то такой вот маленькой, такой нежной, хрупкой девочки. У меня есть такие подружки, которые прям балерины такие во всём. Мне кажется, эта палетка как-то вот именно для такого типажа.